мы приступаем у нас сегодня семинар который посвящен хэш таблицам немножечко посмотрим обсудим разберем немножко кода немножко теории немножко сравнений ведет семинар корабльный александр преподаватель компьютерного центра специалист занимаясь языками программирования си си плюс плюс си шарп джава и так зачем нам нужны какие-то хэш таблиц вообще какой смысл вот этих всех разных способов хранения данных проблема с данными она практически всегда одна ну или две данных много и с ними нужно что-то делать и вот эта вот проблема что данных много она ведь еще чем сложна мы не знаем сколько ладно мы долго было бы просто там тысяча или там десять тысяч да не проблема массив создал кинул и счастлив у массива прекрасные готовы алгоритмы сортировки бинарный пояс работы с ними но массивы фиксированный размер поэтому для всех вот этих вот ситуации когда вы делаете запрос в базу получаете какие-то данные там на лету и еще каким то образом их там парсить из какого-то xml файла вы не знаете сколько их будет в итоге и вам нужны коллекции мы уже разбираем коллекции не первый раз мы уже смотрели разные коллекции которые допустим связаны списке у нас были множество и еще появляется одна коллекция вот она хэш таблиц естественно она обладает такими же свойствами как и предыдущая именно это динамической коллекции число элементов любое пока не закончится ваша память но и опять же вопрос остается зачем нам еще одна коллекция если у нас там уже есть два три варианта списка 23 варианта множество еще нам сейчас предложат естественно 23 варианта хэш таблиц и еще массивы есть а вам придется мучиться выбирать каждый раз понимаете да это конечно уже серьезно серьезную задачу для вас ставит вот определение хэш таблиц смотрите это достаточно интересная оригинальная структура данных которая вот реализует такое понятие как видите массив достаточно сложный массив ассоциативный массив у нас есть язык программирования и чп по моему да которым именно ассоциативный массив потому что если взять нашу классику в джаве все си шарты неважно массивы очень про номер и по номеру вы получаете доступ к элементу почему номер а я хочу а если я хочу как-то иначе обращаться к элементу может есть какой-то другой способ как эти объекты именовать различать или называть нет массивы классические сишный джавский номер элемент индекс называется а здесь как раз мы получаем ту самую таблицу где присутствует два элемента у нас есть хэш таблицы пара вот она здесь написано ключ и значение именно ключ и будет выступать в роли этого имени по которому в дальнейшем вы можете добраться до ваших данных до того что вы храните в этой коллекции это дает конечно такую гибкость очень полезную вы можете хранить любую пару любого типа пару допустим число строка строка объект объект объекты все что угодно все что угодно вы сможете спросить что получается типа ну как бы вот таблицы с двумя столбцами до таблицы с двумя столбцами и конечно хочется сразу спросить или там вопрос такой да а может быть больше столбцов да могу я но не знаю как на это посмотреть есть более сложная реализация хэш таблиц чем то что мы будем разбирать например есть так называемые хэш таблицы которые хранят мультивэлью то есть у вас есть один ключ и много значений ну как можно это считать что это с несколькими столбцами таблицы ну не знаю вопрос наверное больше терминологии но наверное можно сказать что принципе наверное да ключ несколько значений почему и нет значит сама структура хэш таблицы как коллекции достаточно оригинально ассоциативный массив да и еще важно любая коллекция она должна иметь какие-то плюсы которые выгодно отличают от других подобных коллекций от похожих коллекций и в данном случае там еще будет у нас конечно слайд да прям следующий наверное слайд где-то рядом который рассказывает о плюсах но здесь в определении это сказано смотрите хэш таблица она позволяет что делать вот ну понятно что в любую коллекцию мы должны добавлять удалять это банальность иначе это не будет коллекции динамической но самое важное посередине поиск и он здесь не просто поиск он быстрый поиск очень быстрый поиск я специально сегодня покажу работу одной другой хэш таблицы пас покажу по времени ну естественно будем сравнить не по секундам секундомеров а будем относительно друг друга смотри сколько занимает вот этот вот этап поиска элемента в хэш таблиц потому что вы понимаете что больших коллекциях например связанным списке это поиск это вообще тупик для любой программ у вас есть тысячи элементов и вам нужно что-то найти ну иди тысячи итераций и вдруг в конце этот элемент найдете вам придется сделать тысячу итераций массив не отсортированный иди точно так же как связан списке не быстрее не медленнее лучше не хуже одинаково медленно отвратительно медленно а здесь а здесь это будет конечно даже невозможно сказать насколько здесь будет эффективнее потому что мы здесь такими не оперируем понятиями как на порядок да зависит от размера может быть очень серьезно быстрее где есть хэш таблицы я честно сказать специально не искал где их нету мне кажется что их наверное в конце концов можно найти я думаю какую-то реализацию да наверно везде все плюс плюс есть замечательная библиотека stl стандартный plate library на платформе java есть dotnet есть он во всех распространенных пички вообще часть языка эти ассоциативные массивы так что везде где нужно они были реализованы сделал и как их реализовать мы сейчас увидим красивую картинку на следующем слайде как можно реализовать вот эту коллекцию хэш таблица но важно понимать что они могут быть вот двух видов смотрите упорядоченный и не упорядоченный вы конечно будем начинать с тех которые не упорядочены потому что по производительности именно в плане поиска не самый быстрый если мы выбираем коллекцию хэш таблицы ты чаще всего потому что нужен поиск в игре нам нужно скорость ради бога не упорядоченный нормально какая вам разница в каком порядке будут какие-нибудь товары которые получаете и потом с ними работать из вас до успешно хотелось бы по алфавиту но прежде вывести на экран сделать по алфавиту и все ничего сложного в этом нет поэтому это не очень может быть принципиально но если действительно для нас важно мы обрабатываем слова термины и нам расположение их на экране когда мы отчет печатаем важно чтобы это было именно как-то там в алфавитном по возрастанию так далее то есть такая реализация для хэш таблицы теряем скорость это понятно за все надо платить чудес не бывает медленнее будет не середине очень так чтобы знаете вы увидите в числах это будет в 2 в 2 спой на разами ну это вполне терпимое как же это можно такую коллекцию реализовать чтобы у нас было до хранение элементов в памяти да еще к ним можно было быстро добраться быстро найти нужный элемент хранить то все умеют а как не быстро добраться кстати это с прошлого презентации слайд потому что мы в прошлый раз разбирали то что называется множествами они по сути реализованы как одинаково не реализовывал смотрите идея подобных коллекций хэш таблица множество она состоит в следующем у каждого элемента помните здесь у нас их правда два но основной для нас является ключ для каждого элемента что мы делаем для каждого ключа что мы делаем мы в хэш таблицы вычисляем вот некое понятие которое ставится соответствую ключу а именно хэш код это целое число есть функция в библиотеке нетовской джавовской который позволяет этот вычислять получать это это число этот хэш код и смотрите для каждого элемента который мы добавляем ключ вычисляется хэш код хэш код ставится в соответствии одному из элементов массива то есть в основе хэш таблицы мы кладем массив допустим изначально мы можем сказать что массиве 100 элементов и тогда весь диапазон генерируемых мы разбиваем на 100 групп если появляется элемент с хэш кодом из первой группы создается первый элемент массиве и мы там храним нужные нам данные следующий берем у нас допустим попадает в группу 17 создается новый элемент 17 туда добавляем кей и вэлью следующий 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 и потихонечку мы заполняем хэш таблицу данным обратите внимание каждый элемент за счет хэш кода связан с конкретным местом в памяти если мне потом я заполню сто тысяч элементов и вдруг понадобился определенные данные из этой хэш таблицы вот например там какая-то г гамма бета неважно сигма о сигма любимый и я говорю дай мне сигму и ключ в качестве параметра входного для поиска использую ключевое поле алгоритмы которые лежат в основе хэш таблицы вычисляет хэш код определяет что это сигма лежит в 14 разделе и сразу обращается к нужным элементам массива смотрите да вы видите насколько здесь мало операций вычисли хэш код папа вычисли номер элемента в массиве на получи свои данные получи свой вэлью но если так считать на пальцах у меня получилось три пальца всего за год какие тут нас могут поджидать проблемы проблема первая вычисление хэш кода может быть достаточно сложным долгим и эффективным это надо стараться избегать хорошо если есть готова реализация библиотеки я очень надеюсь что люди которые там пишут об этом думают я верю что они и они думают а если мы пишем сами значит придется напрячься придется почитать папа подумать по формам посмотреть есть готовые алгоритмы есть алгоритмы в самой библиотеке их посмотреть но это должно быть эффективным естественно стандартный алгоритм вычисления хэш кода гарантирует нам одно очень важное правило что для двух одинаковых ключей всегда одинаковых хэш код это понятно это мы тоже должны гарантировать и единственное что здесь еще может произойти какая проблема это так называемый коллизии вот например у меня первый элемент добавлялся гамма этот ключ со своими данными попал в ячейку 2 массива со своим хэш кодом но потом добавляли ключ и данные tau и у них тоже оказался хэш код другой хэш код но он тоже попал в эту поле в это поле 2 а вообще может быть или что хэш код одинаковый вообще одинаковый такой тоже возможно это не запрещено и что делать это коллизия у нас получилось элемент ключ разное абсолютно разный гамма и tau а у них одинаковый хэш код или попали хэш коды немножко отличается они попали в одну ячейку номер два ну что делать это в общем то не проблема для хэш таблицы мы будем хранить тогда в этой ячейке номер 22 элемент как это можно сделать хранить в одной ячейке два элемента до элементарных каждый элемент массива на самом деле это будет всего лишь навсего ссылочка на коллекцию например связан список то есть понимаете да каждый элемент этого массива связанный список если у вас происходит коллизия тобой два элемента три элемента ну да поиск немножко будет медленнее но мы должны стараться чтобы этих коллизий было мало как это сделать а в алгоритме любой коллекции хэш таблицы есть определенное пороговое значение вы кстати можете им управлять при создании этой коллекции так называемое заполнение массива когда он будет заполнен допустим на вот 75 процентов то есть вот элементов которые в него добавлены я сказал массив допустим создается 100 элементов и когда у нас с вами будет заполнение хэш таблицы на 75 процентов он вырастает видите не стоп ни в коем случае не стоп потому что даже при 70 процентах уже будут коллизии вообще самое плохое что может случиться это когда все попадут в один элемент и весь этот ваш выродица в один связанный список вся эта коллекция это будет конечно с точки зрения производительности очень и очень плохо до примеров кода мы сейчас доберемся андрей сейчас они будут поэтому рост этой коллекции происходит до того как она заполнится и это позволяет свести в деде коллизии к минимуму давайте посмотрим что по скорости это может потому что народ кричит давайте нам пример надо смотреть пример я согласен это важно это очень важно сейчас посмотрим так значит что у нас есть для примера у нас здесь немножко заготовлено уже кода чтобы меньше набирать и время просто напросто не тянуть у нас есть смотрите в netbeens уже какой-то код написаны естественно я уже что-то сгенерирую что-то написал для того чтобы у нас была какая-то точка отчета берется у нас здесь и смотрится сколько времени тратится на моей конкретной машине на этом конкретном железе время не тратится чтобы получить элемент из массива в десять тысяч элементов понятно что это очень быстро происходит да я не буду показывать как написан метод get хотя чё тут сложно вот он написан метод get здесь создается массив заполняется строками и потом и я обращаюсь к я обращаюсь к среднему элементу без разницы в массиве доступ ко всем элементам делается за одно время делает несколько обращений потом усредняю это время вот посмотрите что у нас для массива время доступа к элементу массива это будет точка от которой мы сможем отталкиваться и видите вот на этой системе здесь получается где-то три четыре условных единицы когда я у себя этот тест запускал видать у меня послабее железо здесь вот у меня мои домашние скажем так варианты были 5 но вы видите насколько маленькое число но это не поиск это просто доступ к элементу дай дай на 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 кстати если посмотреть как это происходит вот я специально вызываю функцию которая говорит дай несколько раз ну несколько сто если посмотреть в начале до 13 а потом 4 3 4 3 4 3 4 3 ну где-то может быть сборка мусора произошла но тогда 43 это стабильно а вот это почему в начале больше а а я думаю чтобы он вначале несколько итераций выглядит на отличными потому что там пока еще происходит интерпретация потом происходит джит когда виртуальная машина кэширует уже готовые версии поэтому надо всегда несколько раз подряд запускать одну и ту же хорошо это точка отсчета а теперь смотрите мы переходим к хэш таблицам вот одна вот она первая хэш таблица здесь берется называется метод get table который создает действительно обычную хэш таблицу не упорядоченную та которая есть в этой библиотеке хэш мап допустим джавовской библиотеки и что у нас получается для этой библиотеки что я сделал еще больше закомментировал не то нажал и здесь у нас получается следующее вот посмотрите точку отсчета 70 здесь вы видите и давайте будем считать что там у нас была четверка здесь 70 по сколько раз это отличается раз 15 до 14 раз где-то так раз 15 значит что получается так как у меня поиск если я в массиве буду делать поиск не нужно взять один элемент взять второй элемент сравнить их между собой то есть для того чтобы сделать какой-то приличный хотя бы элементарные сравнение мне нужно массиве три операции поэтому если 15 разделить на три я буду сравнивать элементы попарно то где-то получается что вот когда мне хэш таблица дает ответ на получить свои данные я в массиве смогу максимум сравнить и проверить 5 7 элемент а если в массиве 100 тысяч элементов и вы понимаете насколько производительность здесь выглядит серьезнее причем хэш таблица здесь который мы работаем она была он видите тысячи элементов вот посмотрите мои времена которые здесь и фиксировал вот это она у меня чуть помедленнее я до 50 тысяч доходил и время поиска чуть-чуть растет время растет она видите идет от там скажем где-то 90 единиц до 100 чуть-чуть буквально там на 10 процентов она увеличивается а размер хэш таблицы достаточно серьезно подрастает и в массиве вы сможете сравнить не больше там и 5 10 элементов за это время найти из 10 тысяч за такое время для массива не реально вообще следующий вариант хэш таблицы чем вот эта вот хэш таблица плоха могу здесь даже показать ну ладно это наверное достаточно долго дело в том что она не поддерживает упорядоченного набора я могу добавить какие-то элементы в эту хэш таблицу и распечатать получу результат потом добавлю еще и они кажется в конце списка и или где-то в другом месте но они добавляются по хэш кодку в принципе это может попасть в любое место этого моего вот этого массива который здесь у меня до динамический массив в любую ячейку могут попасть данные не упорядоченный вот она альфа гамма растал где-то посередине появилось все упорядоченность была нарушена и а я хочу упорядоченный не вопрос есть такие готовые реализации бери и вот она следующий гет-три если посмотреть тот код который здесь используется то здесь где 3 у нас выступает три мэп и вот эта реализация хэш таблицы она гарантирует что при последующем добавлении у вас будет конечно происходить что данные будут сохранять сохранять свою свое расположение и так для того чтобы это посмотреть мы с вами запускаем программу и вот они сейчас мы видим но обратите внимание на числа до 240 тут правда 50000 но это максимальный размер вот одна тысяча здесь будет время поменьше 140 примерно до 130 у меня были такие же числа вот они здесь пожалуйста получались от 100 до 50 тысяч 150 ну в два раза разница получается по времени доступа и про это между собой в два раза и проигрывать естественно не упорядоченному варианту ну тоже проиграть там полтора два раза это не катастрофическая конечно ситуация это как мы говорили расплата но такая вот версия если вам нужно упорядоченные данные хранить и это не нарушаться она ни в коем случае не должна рада сортированность то вы используете другие хэш таблицы возникает вопрос а как они это реализовали вот здесь на экране показан добавил элементу попал сюда в попал связанный список и я буду печатать сверху вниз и получу то у посередине альфа бета тау и так далее да и гамма у меня почему-то выше беты в любом случае здесь используется следующий подход чтобы было вот это вот упорядоченность в качестве каждого элемента такого массива должен быть не связаны список а как вариант бинарное дерево бинарное дерево и все потому что бинарное дерево но за счет самой своей природы если я буду а по помещать элементы в бинарное дерево чтобы например у меня допустим влево меньше элементов правую веточку больше элементы она уже будет само по своей природе упорядочена и если вот эти посмотреть здесь еще сейчас у нас есть плюсы и минусы и и в минусах как раз еще один ответ как сделать чтобы это все было не в каждом понятно что в каждом отдельном бинарном дерево будет упорядочен чтобы в целом все это было порядочным вот смотрите что хорошего дает хэш таблицы поиск можно сделать упорядоченный вариант это мы видим а какие здесь проблемы проблемы проблема серьезно посередине проблем а если это выродится у вас в одно бинарное дерево или в один связный список это проблема генерации хэш кода должна быть значит перед переписана процедура генерации хэш код еще один минус меня кэш таблицы используют память лишнюю память она заполняется на 70 процентов а потом растет поэтому она всегда будет немножечко больше занимать памяти чем нужно для ваших данных это тоже расплата если вы хотите сделать поиск еще эффективнее должны заполнение сделать меньше 50 процентов или еще меньше тогда коллизии будут реже и вот она самая последняя позиция то что нужно для сортированных хэш функция должна быть согласована с логикой сравнение элементов если я сохраняю туда фамилии людей то они если сортировать по алфавиту то и хэш коды у них должны быть по алфавиту по сути да то есть от меньшему к большему если для абрамов это будет большой хэш код а для корабля маленький то я буду в начале списка это же будет некорректно это вам придется думать как эту функцию написать хорошо что для строк такая уже есть поэтому я могу брать строки стринг тип данных и его использовать а в других ситуациях придется думать вот над этим придется думать давайте попробуем нет не думать а написать а написать вот так посмотреть как она устроена подобных таблицы которые порядочены потому что в прошлый раз я делал хэш я делал множество который был на базе связано списка но это по сути то же самое повторять сегодня поэтому вот такой не интересно поэтому мы сейчас возьмем и попробуем сделать хэш таблицу на базе бинарных деревьев и так что нам нужно смотрите естественно часть кода она уже подготовлено потому что писать все с нуля это тут мы будем сидеть всю ночь я подготовил следующее я написал класс который называется с 3 наверное от слова simple 3 это простое бинарное дерево у которого есть левая веточка правая верточка ну естественно узлы и ноды по левой по правой веточке вот этот весь код он позволяет мне получать элемент из бинарного дерева добавлять элементы в бинарное дерево вот она эту 3 который там рекурсивный идет по веточкам и так далее печатать бинарное дерево получить ну в общем вся необходимая на функциональность обычного классического бинарного дерева она здесь написано если кому этот код заинтересует да ради бога код написан по сути прямо вот с головы не уместилась все в чат а на чем она остановилась в чате на ой get есть ноды get вал какой-то на get вале где-то мы застряли а 1 да нету не знаю давайте get вала еще раз повторю к ощущению что там в этом чате она большой не вмещается ага ту стрим теперь не влезла но придется там как вам склеивать потому что он так целиком не вмещается понять в каком месте она не влезла я так сходу не смог и так бинарное дерево и не понял бинарное дерево есть что мы должны к нему добавить первое мы сюда добавим наш класс который назовем 3 май 3 мне больше обычно раз май 3 этот класс ну так как у него ключи у него велью мы можем сделать его параметризованным этот класс а тот класс который внутри ну статик чтобы он нам скажем так было как внутренний класс бинарное дерево все вот у нас есть свой тип данных май 3 где-то в конце ну естественно надо закрыть фигурную скобку иначе компилятор будет волноваться как же так как я могу работать хорошо все вот это мы будет там ниже а что нам в этом нашем классе необходимо создать и сделать смотрите ситуация следующая значит нам необходимо раз нам нужен этот вот коэффициент заполнения какой-нибудь там он называется обычный capacity без него никуда это будет ну в нашем случае будет там какой-нибудь хардкод это будет максимальный размер при допустим сколько элементов и когда 70 процентов допустим от этих элементов будет уже заполнен он раз и должен вырасти ну конечно алгоритм роста мы здесь это несложно но это время так что еще внутри у нас должен быть в общем у нас внутри должен быть помните массив массив вот она картинка наша основная но за быть массив где каждый элемент дерево бинарное дерево значит у нас будет с 3 это элементы массива так с 3 массив у нас соответственно будет называться так принято называть и баклет баклетнике бакет корзина соответственно это раз и нам нужен конечно конструктор ну как любой другой класс должен иметь конструктор который позволит нам создать объект этого класса май 3 что мы и хотим чем мы хотим управлять числом элементов начальным значением понимаете создавать код который будет многократно расти неэффективно если вы добавляете в хэш таблицу 100 тысяч элементов зачем она будет расти 8 16 30 позже мой да вы замучаетесь и сборщик мусора устанет на поэтому вот можно сдать начальный кп сети мы берем наш параметр кп сети ему присваиваем то что мы здесь указали начальное значение а ну и конечно же нужно создать этот самый эту самую корзину баскет так чему она равна нью и мы создаем массив с 3 опуску всего давайте сами напишем это не тот код подставить с 3 только ты за главные так что в этом массиве у нас кп сети число элемент все простейший конструктор сделал проблему у нас начнутся когда мы начнем пытаться печатать это дело на экран потому что вы понимаете любая печать она требует но надо либо какой-то обход писать массива либо надо уже реализовать как часть этого кода некий обход мы и так как у нас есть замечательный унаследованный от обжиг то то стринг мы горит да давай нам ту стринг мы его сейчас реализуем свою версию и будет нам счастье и вот здесь вот надо делать действительно реализации этой версии ту стринг до хода там может быть и немного но он есть поэтому я позволю себе кое-что выдернуть из 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 заготовки так сейчас мы возьмем блокнотом это все откроем так будет проще и быстрее и так ту стринг что он из себя что он делать он много чего должен делать он должен создать строку который формируется как результат смотрите обхода чего где тут у нас эта картинка а мы должны идти по массиву брать каждый элемент если он существует не все же к элементы за полную там где красный крест он просто еще не был создан под должны проверять что элемент есть и получать оттуда значение если там целое дерево на счета добавить и дерево вот такой вот получается ну скажем так вот он не очень большой в силу того что для каждого бинарного дерева метод ту стринг уже написан поэтому здесь нам надо пройти по массиву и и оттуда выдернуть уже для бинарного дерева готовую реализацию вот создается строка стринг билдер который начинается с открывающей кавычки потом мы идем по элементам массива если элемент массива существует выдергиваем оттуда ту стринг это у нас бинарное дерево какая каждое конкретное бинарное дерево в строковом упорядочено она будет да а потом идем дальше по по всему проходимся по всему массивы все бинарные дерева ту стринг закрывая квадратную скобочку возвращаем объект стринг все вот она реализация ту стринг готова так реализация ту стринг не сложная но для быстрой печати очень полезно метод основной для нас это добавить и поиск добавить я никогда не пишу на этой семинарах удалить если мы можем найти то потом его удалить не вопрос но добавить и найти это основные так метод метод сколько он там себе этот метод он совсем небольшой это хорошо так давайте добавлять значит что нам здесь нужно метод метод он получает два параметра но у нас параметризованный у нас есть ключ который имеет какой-то тип какой мы зададим при создании этой коллекции у нас есть какой-то второй параметр в это value те данные которые мы хотим хранить сделано дальше что дальше а дальше мы должны теперь элемент есть мы его должны добавлять кстати прежде чем добавлять нужно проверить может он уже там есть а вдруг человек второй раз пытается одно и то же положить а ключ в большинстве реализации хеш таблиц он должен быть уникальным я по ключу могу сразу спросить у тебя есть такой элемент ну метод еще пока contain не написали но это как раз второй после эда обязательный contains я спрашиваю а вот с таким ключом у меня есть в хеш таблице элемент если мне ответили соответственно да я говорю до свидания return false и тем самым я останавливаю добавление элемента по сути при добавлении элемента используется поиск которые в контейне естественно есть и я сразу могу быстро отсечь дубли повторяющиеся элементы все contain нам еще писать ну здесь можно заготовочку под него делать чик она говорит вот тебе contain надо будет такой написать я говорю понял сделаю так а теперь добавление нам нужно у элемента кей взять хэш-код у любого есть хэш-код вон хэш-код взять хэш-код надо этот хэш-код посмотреть какой он попадает ячейку массива у нас capacity 20 допустим 30 элементов я должен весь диапазон хэш-кодов разбить на 20 элементов чтобы попадать в соответственно в разные в разные элементы значит мы должны взять а какой диапазон генерации этих хэш-кодов это тип данных плюс-минус 2 миллиарда значит надо взять весь диапазон плюс-минус 2 миллиарда разбить его на 25 ячеек и в номер посчитать 0 1 2 3 до 24 вот как-то так код конечно немножко такой не очень он короткий получается ну вот смотрите сейчас я скопирую там чтобы не набирать это все но в основном одну строчку я беру хэш-код к нему добавляю integer max value чтобы не было отрицательных чисел мне же надо от нуля и до 4 миллиарда я все это преобразую к лонгу потому что диапазон значений мне нужно больше чем int значит беру следующий целочисленный тип данных и делю на 2 умножить на max value делить на capacity вот и получает 0 до 24 если брать здесь диапазон хэш-кодов протестировать то будет генерация здесь индекса от 0 до 24 любой элемент может существовать а его может еще и не быть поэтому наша проверка следующая это как раз на наличие элементов если его нету мы его создаем если если этот самый скобочки хотя бы поставим это вообще уже пишу как на basic значит если этот баскет элемент который мы назвали индекс он может быть что нам интереснее что равен нулю нету его а дальше добавляем ну как создать элемент массива ну элементарно берем баскет берем этот самый индекс индекс и пишем равно new кто у нас является элементом массива s3 этот массив состоит из бинарных деревьев s3 все вот оно бинарное дерево а так как теперь точно что элемент есть либо был создан либо и так уже существовал мы берем этот самый баскет берем этот индекс который мы посчитали и разместили там нужные нам бинарное дерево и вызываем у уже бинарного дерева метод эту 3 и добавляем туда kval все да последняя строчка return мы должны отчитаться мы говорим получить а дело в том что здесь диапазон на который я делю он integer min integer max поэтому надо удвоить иначе я получу неправильно ячейки нумерацию ячейки не ту получу так все вот он элемент который обязательный добавление к хэш таблицы и все мы добавили что не хватает контейнер не хватает о а заготовка тоже есть под него остается буквально чуть-чуть вот сюда написать мы ключ передали приват ну какой же приват вот генерация кода прям так и пытается обмануть нас пабли конечно для всех же стараемся итак первое что мы должны сделать ну то же самое индекс надо посчитать потому что когда мы сейчас будем искать ну нам же надо в определенном месте искать так что этот код тот же самый я говорю у нас там вот есть хей хэш код глянь посчитай ячейку и так далее все глянули посчитали дальше будем двигаться у нас может оказаться так что понятно что про элемент который спрашивает он может быть но его может и не быть если я вычисляю для элемента которого нету хэш индекс по хэш коду то может оказаться что даже в баскете такого нету элемент поэтому опять идет проверка а иначе мы тут на нули только будем на нул эти самые нулевые ссылки нарываться я спрашиваю баскет индекс если он равен нулю ну понятно что если нету даже самого бинарного дерева то нету этого элемента значит мы пишем return false мы говорим нету нету ну а если прошли ниже значит там бинарное дерево существует и в нем надо поискать в нем надо поискать метод который мы сейчас будем уже опять использовать функционал который есть в реализованном бинарном дереве я беру элемент этого массива он есть бинарное дерево и у него вызываю метод get там по моему написано был такой простой метод дай мне по ключу данные видите возвращает обувь я говорю дай дай мне вот эти данные ну естественно мне могут вернуть сюда я должен запомнить это значение ну чтобы было как-то попроще код это будет value у меня называться возвращаемое значение из метода get тип object и могут найти могут не найти значит если не нашли они вернут ну и это для меня то же самое означает раз не нашли значит пожалуйста ответьте людям нет нашли ответьте людям да return итак что мы напишем в return мы сравним это полученное вал с нулем с нул и если окажется истина ну где вот значит нету false а если окажется что это условие ложь значит действительно вал не равно нулю значит она нашла и надо что есть в этом есть в этом в хэш таблице значение с таким ключом true возвращаем true все вот он contains все вот оно это по сути это и есть поиск да потому что когда нам говорят найдено значит оно там есть и мы можем сделать метод можно было сделать метод не contains а get который возвращает вал правильно да то есть здесь понимаете то же самое не оградая мне соответственно какие проблемы я просто переписываю этот метод чтобы он не буллин был а get реализация будет практически такой же тем более value у меня вообще вот оно здесь уже получено но хотелось метод такой попроще да contain который отвечает true false надо бывает в каких условиях в ифах это писать очень полезно например как в нашем методе я спрашиваю есть мне говорят есть до свидания так и все здесь нам быстрее возвращает false если нет да конечно здесь оно так отсекает сразу сразу этого нету поэтому ну так оно поэтому функционал такой разбитый кусочек что где-то было поэффективнее да этот метод я тоже тогда в чат сбрасываю потому что те кто у нас в чате ну чтобы у вас тоже был весь пример этих кодов и так мы все написали оно компилируется хотя бы ну вроде неплохо теперь возвращаемся в наш main убираем вот этот вот кусочек и смотрим последний кусок кода s3 это не надо нам вот она май 3 начиная с этого момента смотрите вот сейчас добавляется в эту таблицу вот эти значения вот они здесь видите они специально разбиты ну в смысле не по порядку ключи то есть если брать в алфавитном порядке add ff они идут в перемешку но если запустить программу и распечатать а печать дерево за счет нашего то стринг делается вообще одним шагом посмотрите вот они эти все элементы видите идут ad ad с другим номером да ну а потом идут f и в конце y полупорядочен да да а если еще туда добавить вот я не поленился еще столько же написал смотрите специально писал и в разнобой и там писал и больше и меньше и чего только не написал смотрите еще раз запускаю вот у меня к тому что было вот добавилось у меня оказалось кстати здесь оказалось такой достаточно вариант интересный у меня всего что в капэсити 25 элементов а реально было создано в этом массиве всего три вот оно первое дерево из двух элементов вот второе дерево из раз два три элемента и вот еще одно последнее дерево получается из 25 элементов занято всего три и в одном дереве даже три элемента внутри получается почему а у меня очень название близкие а.д.д. номера у них если бы я брал строки по вольготней тогда раскидал бы их побольше поменьше совершенно другие значения там спец символы бы использовал я может быть получил генерацию хэш кодов более ну скажем так разная так у меня получается всего три внутри моего коллекции бинарного хэш таблицы три бинарных дерева но они упорядочены вот оно первое бинарное дерево второе там больше элементы третье все все упорядочено и даже после того как я добавил у меня осталось все ассортировано ну если печатать вот как я это делаю обход с левый ветвь потом правый ветвь то они печатаются от меньшего к большему я не стал пытаться для своей версии вычислять вычислять высмотреть время производительность да у нас не оптимизированный метод мы его там не с точки зрения производительности не скажем так не стремились к идеалу а идеал вот он вот можно скажем так если будете писать некий подобный код самостоятельно можно протестировать 3 map стандартный и уже соответственно к этому пытаться приближаться но наша версия работает да это реализация хэш таблицы где каждый элемент бинарное дерево это упорядоченные хэш таблицы есть другие варианты есть там можете посмотреть погуглить существуют еще другие варианты как их написать эти другие варианты ну в целом какая-то теоретическая основа вы всегда найдете в интернете и вам остается только язык программирования какой-то выучить может быть один другой может быть третий а вот в этом мы вам как раз и можем помочь пожалуйста если будет интересно какой-то язык посмотреть у меня очень часто приходят люди на языке программирования которые знают но им нужно все это понимаете привести какое-то да состояние стройное ради бога будем очень в этом вам рады помочь так что если есть вопросы задавайте пишите у меня в принципе все могу еще сделать анонс на следующий год в следующем году планируется 4 семинара у меня и в следующем году я решил посвятить все 4 семинара разным библиотекам юнитестирования